Все больше людей стремятся, если не переехать жить за город, то хотя бы иметь собственный дом или дачу в стороне от суетного мегаполиса. При этом, как отмечают аналитики рынка недвижимости, примерно 70% горожан предпочитают покупать землю без подряда. Действительно, возможность построить дом по своему вкусу и при этом растянуть удовольствие, исходя из собственных финансовых возможностей, привлекает. Но многие боятся, что при таком варианте придется жестко контролировать процесс и практически жить на стройке. На самом деле, благодаря появлению высокоскоростных строительных технологий, нужды в этом нет. Так, например, по словам специалистов, используя готовые стеновые панели из полистирол-бетона, можно поставить коробку небольшого дома за несколько дней. Принцип монтажа достаточно простой. Приты устанавливаются на специальную монтажную пену и скрепляются металлическими скобами. Помимо высокой скорости сборки в малоэтажном строительстве наблюдается еще одна тенденция – энергоэффективность. В отличие от радиационного блочного строительства, при возведении домов из стеновых панелей количество швов получается минимальным. А также, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и толщине стены 400 мм, дом не потребует дополнительного утепления и сможет выдержать даже самые лютые уральские морозы. В итоге, высокая скорость сборки, по словам специалистов, позволяет сэкономить на монтаже. Теплоэффективность полистирол-бетона – на утепление. А гладкие стены, не требующие штукатурки – на отделочных работах. Благодаря этим свойствам готовые стеновые панели стали использовать и при строительстве коммерческой недвижимости. Причем материал заинтересовал как малый бизнес, например, этот строящийся объект – будущая автомойка, так и предпринимателей с более масштабными проектами. Монтаж коробки данного здания общей площадью 500 квадратных метров занял в общей сложности около двух недель. Это офисное здание пока не отличается особой эстетичностью, но по планам архитекторов скоро оно превратится в элегантный образец русского классицизма – под стать соседствующей церкви. Но все же главное здесь не красота. К возведению общественных объектов установлены более строгие требования, чем к малоэтажному строительству. А значит, важно, чтобы материалы соответствовали всем ГОСТам и техническим условиям. Основными требованиями для строительства коммерческих видов недвижимости является соблюдение санитарных, гигиенических и пожарных норм безопасности. Например, стеновые панели, используемые при строительстве данного офисного здания, обладают степенью горючести НГ, что значит, материал полностью негорючий. Также полистирол-бетон является влагонепроницаемым, что особенно актуально для этого будущего овощехранилища площадью 2000 квадратных метров. Некоторые материалы под воздействием влаги и осадков могут со временем впитывать ее и разрушаться. Полистирол-бетон обладает гидрофобностью, то есть он отталкивает влагу и полностью защищен от нее. Здесь планируется круглый год хранить овощи, причем загружать урожай будут под самую крышу. А значит, требования к несущей способности стен повышены. Сеновые панели из полистирол-бетона должны выдерживать нагрузку 31 кг на 1 квадратный сантиметр. Это позволит обеспечить надежность всей конструкции. Последняя особенность, которая важна при возведении как частных домов, так и коммерческой недвижимости, это возможность строить круглый год. По слову специалистов, собирать здания из полистирол-бетонных панелей можно практически в любых погодных условиях. Хоть в дождь, хоть в снег. На Урале это весьма актуально. Продолжение следует...